Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас это интересует, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, давайте сегодня порассуждаем о том, что может произойти в будущем с российской валютой, что может произойти с американской валютой. Ну и подумаем, какие прогнозы здесь можно попытаться построить. Вот эта тетенька руководит у нас Центробанком. Ну и вы знаете, помимо того, что она очень тематично и грамотно меняет брошки на разных важных пресс-конференциях и совещаниях, она еще, наверное, надо признать, все-таки довольно толковый экономист. И многие эксперты считают, что политика Центробанка в период кризиса, она была довольно грамотной, она была довольно эффективной. То есть у нас много ошибок допускало правительство, много ошибок допускали регионы, но вот именно Центральный банк, в принципе, проводил довольно жесткую монетарную политику. И во многом это спасло российскую валюту от полной катастрофы, от полного краха. Ну и мы видим, что в целом с российским рублем ничего совершенно страшного не произошло. То есть можно было предположить, что ситуация совершенно выйдет из-под контроля. Те, кто постарше, наверное, помнят и конец 90-х годов, что у нас тогда происходило в стране. Ну сейчас уже, наверное, у нас уровень грамотности наших высших руководителей экономических повысился. И поэтому они уже знают, за какие рычажки дергать, какие ниточки шевелить. Ну и давайте посмотрим на графиках, что происходило с рублем в этот период. Вот смотрите, друзья, я открыл график за один год. Это приложение брокера Тинькофф. И мы видим, что, ну вот смотрите, год назад, июль 2019 года, все здорово, замечательно. Доллар по 63, ничего не предвещает беды. Ну 63, 65, 66, 64, 63. Ну то есть вот он, в принципе, в таком длинном, длинном, спокойном боковике. И потом наступает 2020 год. И смотрите, что начинает происходить. Вот ближе ко второй половине февраля у нас резкий взлет. И доллар, смотрите, 68, 71, 74, 79, 80. И все. И тут, друзья, началась паника. Народ ломанулся покупать валюту. Причем, когда он это начал делать? Конечно же здесь, когда доллар стал стоить 80. Потому что когда он стоил, например, 66, все думали, ну ничего, ничего. Ничего, коронавирус это все фигня. Сейчас по телевизору же нам говорят, что это все выдумки. Так что сейчас отпустят. Не буду никуда идти, не буду вставать с дивана. Никто не пошел покупать. На 71, ну ничего, ничего, прихватило немножко, сейчас отпустят. 72, 74. Хм, а может быть мне на этом деле подзаработать? 78. Ну, наверное, все-таки пора. 79. Пойду-ка я куплю валюты. 80. Здорово. Ну, теперь-то разбогатею. Все-то пишут, что доллар теперь будет 200. А потом, друзья, вот, смотрите, что пошло. Доллар пошел вниз. 76, 74, 73. Видите, апрель. И он все ниже, 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 ниже. И вот доллар уже ниже 70. А почему, друзья, так происходит? То есть, что делал Центробанк для того, чтобы удерживать курс российского рубля, ну, в каких-то адекватных значениях? Он предпринимал определенные действия. Эти действия заключались в том, что Центробанк продавал свои валютные резервы. То есть, он ежедневно в торговые дни вбрасывал на рынок огромное количество валюты. Таким образом, поднимал ликвидность рубля и искусственно поддерживал. То есть, он, по сути, сжигал свои запасы для того, чтобы не обвалить российскую экономику. И считается, что эти меры были очень действенными и очень эффективными. И на самом деле, Центробанк и Набиулина, они таким образом спасли российский рубль от полной катастрофы. Если бы не эти действия, вполне возможно, вот все эти прогнозы, доллар за 100, за 120 и за миллион миллиардов, возможно, бы они, друзья, сбылись. А что случилось потом? А потом, друзья, у нас произошло голосование по поправкам в Конституцию. Голосовали широко, друзья, красиво голосовали. Целую неделю в багажниках, на пеньках. Здорово. 78% населения одобрили обнуление действующего президента и наделение его пожизненной самодержавной властью. Но разговор об этом опосредованный. И вы знаете, когда вот это все происходило, я слышал некоторые мнения. В основном вот эта конспирология почему-то в интернете даже больше была распространена. То есть серьезные экономисты об этом не рассуждали. То есть они считали, что это все сказки. А люди, многие, я вот читал подобные, они писали, что вот смотрите, сейчас мы проголосуем за Конституцию и Центробанк начнет отпускать курс. Он перестанет сливать и сжигать валютные резервы. Он больше просто не будет его держать, потому что, ну опять же, если отпустить эту ситуацию, скажем, в апреле или в мае, тогда непопулярность власти, она бы зашкалила. Она и так была довольно высока, потому что в период самоизоляции люди были недовольны, люди сидели без денег, люди были озлоблены на все абсолютно. И поэтому это была бы очередная непопулярная мера. Ну и существовала такая теория, что Центробанк не допустит, ну вот этих вот резких уменьшений продажи валюты до тех пор, пока не будут приняты эти поправки. И вот, друзья, недавно появляется новость о том, что Центробанк уменьшает объемы этих валютных вливаний. Смотрите, Минфин в июле выделит на продажу валюты в рамках бюджетного правила 125 миллиардов рублей. По сравнению с 203 миллиардами в июне, ежедневный объем продажи валюты с 8 июля по 6 августа составит 5,7 миллиарда рублей. Против 10,2 миллиарда в настоящее время вдвое, друзья, уменьшится продажа валюты. Операции с новыми объемами Центробанк начнет проводить с 8 июля. Ну вот думайте сами, гадайте сами. Я ни на что не намекаю ни в коем случае. Конспирология это не конспирология. Но мы видим, что Центробанк действительно уменьшает эти продажи. Безусловно, это связано в том числе и с тем, что выравнивается экономическая ситуация. Ну и сейчас, возможно, вот так вот жестко газовать уже на рынке Центробанку не столь необходимо, потому что экономика уже сама начинает, в принципе, восстанавливаться. И можно уже в меньшей степени оказывать вот эту поддержку и сжигать эти резервы. Но, тем не менее, друзья, факт остается фактом. Центробанк, по сути, знаете, вот как ребенок, когда едет на трехколесном велосипеде, да, и вот Центробанк постепенно, медленно начинает откручивать вот эти вот запасные колесики. И ребенок начнет падать, друзья, это неизбежно. И я не исключаю, что в ближайшее время рубль начнет, может начать слабеть. А доллар может начать в отношении рубля укрепляться, потому что это будет очевидным следствием происходящего. Какие выводы в этом отношении можно сделать? Друзья, если у вас в вашем портфеле нет валютных активов, задумайтесь об этом, потому что если ситуация повторится и сейчас доллар дойдет до 80, до 85, может такое случиться, то потом уже будет поздно. Пока он стоит относительно недорого, в любом случае какую-то часть своих сбережений обязательно держите в валюте. Это то правило, к которому я пришел на основании собственного опыта. В этом случае вам никакие колебания курсов не будут так больно бить и резать по сердцу. То есть что бы ни происходило с рублем или долларом, вы в любом случае будете чувствовать себя спокойно. То есть падает доллар, растут ваши валютные активы, укрепляется рубль, лучше чувствуют себя ваши российские активы. Ну вот такие, друзья, размышления. Напишите мне в комментариях, что вы думаете на этот счет, поделитесь своим мнением. Ну и если вам это вообще все в принципе интересно, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондуум рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Если не трудно, лайк за видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok